Итак, всем привет, друзья! Сегодня я бы хотел вам рассказать, почему ВКонтакт в конец оборзел. Итак, поехали! Ну, прежде всего, кому принадлежит ВКонтакт? Ну, давайте посмотрим. В сентябре 2014 года, друзья, за полтора миллиарда долларов, как соцсеть ВКонтакте перешла в руки Усманова. Mail Group Алишера Усманова стала единственным владельцем самой популярной в стране социальной сети ВКонтакте, выкупив 48% у фонда UTP за полтора миллиарда. По итогам сделки интернет-копания ждет снижение рентабельности и необходимость управлять уже тремя соцсетями с пересекающейся аудиторией. Но, смотрите, два годика проходит и Алишер Каусманов уже лишился статуса налогового резидента России. То есть, денежки за ВКонтакт и так далее уже не идут в бюджет Российской Федерации. А теперь давайте посмотрим рекламу вот этой слева. Раньше не было столько много, теперь смотрите, три подряд. Ну или давайте вспомним еще. Заходим вот мы в музыку, включаем какую-нибудь музыку. И... а что там у нас? Опять реклама. Такого раньше опять не было. Ну или еще один факт. Вот загружаете вы ваш ролик или просто смотрите чей-то ролик ВКонтакте. И ВКонтакт врубает рекламу. Причем все денежки... Не-не-не-не-не-не. Это не Ютуб, где вы можете подключить партнерку и за ваши ролики получать денежку тоже. Нет-нет-нет-нет-нет. Это не способ Алишер Каусманова делать бизнес. Такого замечательного, прекрасного человека. Все денежки идут Алишер Каусманова. Не-налоговому резиденту Российской Федерации. Ну и еще одна особенность. Это то, что блокировка групп. Ну вот допустим не нравится Алишер Каусманова группа Апоморье Непомойка. С почти... Ну там было почти 8 тысяч. Сейчас уже сократилось подписчиков. И удаляет группы вот так вот в раз. Так что вот такая вот дерьмократия. Вот такая вот Алишер Каусманова. Всего вам доброго. До свидания.